В этом уроке мы разберемся сильнее с акцентами головы и диалогами. И еще немножко всего, прежде чем мы перейдем к секрету. Да, я хотел сказать на вот этих спрятанных акцентах. Милт Кол проводил три лекции в Юнион в Голливуде, когда он уже уходил из индустрии. Там была, в общем, зарисовка, актриса Джеральдин Пейдж говорила что-то какой-то маленькой девочке. Ты очень страшная или что-то такое. Я не помню уже точно. Но там было полно акцентов. Милт все это показывал, и вот она брала кресло. Насадилась, говорила. Потом так вставала и шла, например, сюда. Что-то типа того. То есть было таких три акцента. Я спрашивал его, как он сделал это. Спасибо за умный вопрос. Акценты у нее были настолько сильными, что я просто не смог изобразить их с помощью тела. Мне нужен был стул, чтобы она вот так садилась. Это одно из самых удивительных, что вот это я видел. Потому что все происходило вот так вот идеально. Все, о чем мы говорили, все вот это здесь изображено. То есть он попадал в акценты. Пытайтесь попасть в акценты руками, какими-нибудь декорациями. Или... Ну, чем угодно. Вот, например, если бы я рассказывал какую-то лекцию, и потом вот так кинул, и все бы обратили внимание. Люди делают вот так. С меня достаточно. Или там... Я ухожу. Я ухожу. Два акцента. Даже три акцента. Один. Я ухожу. Видите? Это не вот так вот я ухожу. А вот сильно так. Я ухожу. Кен Харрис говорил... Вот, Марвин Марсианин. У него есть такая шапка. Большие ноги. Вот как у Баксабани. Он черненький. У него нет рта. Я не знаю, как он говорит, но неважно. Я не могу повторить, как он говорит, конечно. Да, вот так. Кен Харрис говорит, что он научился делать диалог, рисуя вот этого Марсианина. То есть, например, в Баксбани у него не так хорошо получался. Он не столько узнал его. Он научился такому, потому что там не было рта. То есть, нам надо было попадать в акценты головой, либо телом. Есть ли у него руки? По-моему, у него было оружие, или что-то такое. То есть, все было ограничено головой и телом. И вот он много выучил по анимации, именно из-за того, что у него не было рта. То есть, надо было двигать только головой. И когда он работал в Warner Brothers, там в основном все было немое. Конечно, это была слава, по сравнению с остальным. Но у него просто не было там диалогов, чтобы над ними работать. Мы пытаемся попасть в акценты головой, руками. Работаем с тем, что есть. Вообще, я заметил, что многие голливудские мультики начинаются вот так. Это слишком сильный акцент. Все слишком как-то мультяшно. Наконец-то ты вернулся домой. Это слишком сильно. Можно сделать просто вот такой акцент. Видите, лучшая игра актеров, как бы. То есть, главное, нам надо найти акцент. Запрограммировать свой мозг, чтобы слушать саундтрек и попасть в акценты. Также они изобрели очень интересную вещь. Вроде когда Пиноккио рисовали или где-то там. И вот эти старые ребята уже не знали от этого. Кен точно не знал. Да и другие вроде не знали. Вот, например, у нас есть слово «well». «Подобавим еще». Например, у нас есть акцент на «эт». «Подобавим еще». «Подобавим еще». Например, у нас есть акцент на «эт». Или на «лэст», например. Вот тут большой акцент. Когда они делали Пиноккио, голос мальчика был таким наивным, что им надо было делать вот эти акценты очень рано. Вот он говорил «well, at last», так вот головой вперед, потому что он был маленьким, такой наивным. Голова у него поднималась на 8 кадров раньше, чем сам звук происходил. То есть вот здесь. То есть чтобы все это работало, им надо было сделать все раньше, а потом только шла гласная. Теперь в замедлении. Голова поднимается за 4 кадра до того, как звук происходит. Голова опускается вниз, для того, чтобы подготовиться, и опять пойти вверх. За 4 кадра до следующей гласной. Акцент идет вниз, за 8 кадров еще до следующего акцента. И потом она идет вверх, когда он заканчивает говорить. И вот тогда они работали с саундтреком с Виллом Кросби. У него такой голос, мягкий, все такое мягкое. Им надо было сделать акценты вот здесь. И поэтому все было вот так вот раньше. И это было такое открытие. То есть акцент головы у нас был за 4 кадра раньше. То есть акцент был вот здесь. Например, вот здесь. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, etc. И так дальше. Вот здесь у нас был кадр. То есть у нас акцент головы, по правилу, должен быть за 3 или за 4 кадра раньше. Это просто удивительно. И тогда получалось все намного лучше и удивительней. Вот этот мальчик, который говорил. Вот рисунок 17. Вот здесь мы должны добавить модуляцию, конечно, голоса. Например, можно поставить акцент на 15-й, вот так. То есть вот здесь 3 кадра. Если у нас все как бы без повторений, то 4 кадра вот сюда. 3-4 кадра вот так. И вот добавим еще сюда в правило слово «хотя бы». То есть вот это такое правило. 3 или 4 кадра раньше. Это для всех акцентов или только в случае Пиноккио вот этого? Нет, это, конечно, для всех акцентов. Для всех акцентов. Другими словами, вот у нас персонаж. Он говорит что-то вот здесь. Он вот так вот здесь поднимается вверх. Вот модуляция рта, как бы. Мы вот поднимаемся сюда. Вот так, я думаю, поближе. Хотя нет, давайте еще повыше вот сюда. Вот, идем сюда повыше. 3-4 кадра до того, как начинается открывание рта. И потом уже идет вот здесь движение рта. И вот здесь движение рта. Это как дополнительный рисунок. У нас получается здесь захлест действием, вот так. И, конечно же, это все вот так вот помогает прочитать анимацию. Вот вы говорите, на 3-4 кадра пораньше надо. Это даже, наверное, на любом, на самых таких тяжелых, твердых акцентах? Да, сначала надо поднимать голову вверх на любом акценте. То есть вы поднимаете, чтобы потом опустить на акценте? Нет, на акценте надо всего лишь немножко вот так вот смягчить все. Если вы делаете какой-то твердый акцент, вы поднимаетесь туда за 3-4 кадра до того. Я просто думал, может, есть какие-то исключения. Не, вот это правило работает. Оно отлично, оно работает всегда. Оно просто работает. Ха-ха, я не знаю. Может быть, экземпшены, я не знаю. Конечно, возможно, где-то есть исключения, но я ни одного не знаю. Это, конечно же, открытие уже после золотого века анимации. Часто акценты, конечно, идут вверх, но они могут пойти в любом направлении. Вот четыре акцента, которые идут вниз. Когда у вас есть какой-то ритм, вот, например, кадр 1.13, такой ритм на 12 кадров. И вот у нас здесь есть еще кадры. Вот, одинаковое расстояние. Такое правило среди аниматоров, если вы, например, делаете танец, вот, у нас есть какой-то ритм. Вот, например, я подготавливаюсь к танцу. Это такая маршевая ходьба. Вот это такой марш слегка. Контакт будет происходить за два кадра до удара, как бы, до ритма. Это такое правило среди аниматоров. То есть, нога встает на землю еще до того, как звуковой удар произойдет. Но есть лучший способ. Мо работал в монтажной комнате, и он работал с некоторыми композиторами, поэтому он разбивал вот этот весь тайминг на три, как бы, участка. Вот так. Любой ритм разбивается на три, и делается акцент на вот эту третью часть. В нашем случае почти получается пять кадров сдвиг. Правильно я все сделал? Вот, пять кадров, если у нас двенадцатикадровая такая походка. Это как бы такое правило из реальности. То есть, если у нас есть саундтрек, и там какой-то такой ритм, то надо пытаться повторить это по правилам вот этому. Ну вот, если бы я был вами, мне было бы интересно то, что я вам рассказал. Вы будете с этим работать, и, наверное, было бы интересно узнать, откуда это. Конечно, можно было сделать отступление и два кадра, но в реальности оно как-то больше задерживается. Вот это правило немножко похоже, наверное, с правилом про акценты головы, когда надо отступить три-четыре кадра. Да-да-да, оно подходит и под это правило тоже, под эту теорию. Также я слышал, что вы любите начинать движение рта за один-два кадра после того, как уже начинается саундтрек. О, мне нравится, что вы это спросили. Я начал уже трястись, что никто не скобросит. Так, вот мы перешли к этому такому интересному. Вот здесь у нас рот открыт, а на акценте он закрыт. Тут суть правила в том, что, возможно, после того, как вы сделаете анимацию, вы захотите что-то улучшить. Добавить один кадр, два кадра, неважно сколько. Но суть правила в том, что в основном анимация выглядит хорошо, когда саундтрек отстает, как бы, на два кадра. Или картинка, наоборот, соответственно, идет вперед на два кадра. То есть, получается, вы анимируете синхронизацию. И здесь только один уровень синхронизации. И вот он, и он сразу виден. Его видно, вот этот уровень анимации на гласных буквах. То есть, это ваш фундамент. Потом вы идете уже в монтажную комнату, и вы выбираете, где нам надо добавить один кадр, два, что-то такое. По мне, так здесь нет какого-то определенного правила. Чак Джонс бы начал рассказывать про звук в театре, что он там пока проходит вот это все время, распространяются волны. Но это нонсенс. Потому что мы работаем в закрытом пространстве. Никто не знает, почему вот так вот лучше. Просто лучше. Фрэнк Томас любил всегда рисовать на вот этой табличке такие небольшие рожицы. То есть, формер-та здесь были. Вот язык у него. Он делал такие небольшие наброски. Такие небольшие пометочки. Он определял позиции анимации. И вообще он использовал вот эту колонку Action, но мало аниматоров ее использует. Но стоит было бы ее использовать. Английские аниматоры испишут всю вот эту табличку, там, может что-то надо сделать, купить новые, там, тапки и так дальше. Колонка с движенными камерами довольно понятна. Но вот эту колонку мало кто использует. Я советую ее использовать. Потому что вы видите шаблон того, что вы делаете. То есть, просто таблица это скучно. А так вы видите ритм, физическую репрезентацию того, что происходит. Если бы, например, он анимировал вот медведя, он бы все нарисовал вот так вот с фонта, как здесь. Вот, например, вот этот девятый рисунок, этот открытый рот, он бы даже об этом не думал. Он просто сконцентрировался на том, чтобы сделать рот привлекательным. Все должно привлекать зрителя, быть приятным. Он как бы смотрит на вас с экрана. И он работал над своими рисунками, чтобы добавить это. Он делал вот такие наброски. Это довольно умный способ. Такая технология. Цифры, рисунки. А потом он уже делал настоящие рисунки. Но до этого он делал план. Мне кажется, это правильно. Очень смешная экранизация губ, например, в Симпсона. Вот рот такой у них. Потом закрываем рот. Вот зубы везде. Потом у нас, например, вот звук У. Зубы как бы появляются и пропадают. Это мультяшное. Здесь нет реальности. И они, конечно же, смешны из-за этого. Но для наших целей, вот, череп у нас вот такой. Зубы прицеплены вот к черепу. Потом челюсть. Она вот на суставах висит. То есть, когда я делаю реалистичную анимацию, или такую бедительную. Запишем, привязанные зубы. Верхние зубы привязаны. То есть, они не будут появляться и пропадать. Вообще, о позициях там можно рассказать сейчас. Когда мы говорим... Некоторые люди, например, я... Так, может, крутаться рот, хотя бы чуть-чуть. Вот у вас. Вот, у звездки, но вот... Такие верхние зубы хорошо видно. Это более привлекательно. А у многих, как, например, у меня, на нижние зубы видно. Верхние. Да, верхние у вас всех. Много людей с верхними зубами. Но в основном... Есть два варианта. Либо верхние зубы, либо нижние. И когда мы анимируем персонажа, мы выбираем из двух этих вариантов. Часто аниматор использует зеркало. Часто мы анимируем как бы себя. Но надо от этого уйти и проанимировать так, как должен выглядеть персонаж. И если я, например, посмотрю на себя в зеркало, я увижу, что у меня нижние зубы выступают. Но у 90% из вас, например, верхние зубы. И если бы я пытался увидеть свои верхние зубы, это было бы странно. То есть не надо брать анимацию с себя. То есть я против того, чтобы использовать зеркало. Я делал анимацию ребенка, в основном по картинкам. И когда он поднимал вот так вот руки, выглядывая из холодильника, «Где же этот все?» Он как бы поднимает руки вверх, кричит что-то, и потом что-то рассказывает. Я думал, как все это сделать? Это же не так интересно. Потом во время анимации я думал, заметил, что... Я где-то уже видел этого человека. И очень недавно вроде бы. И я внезапно понял, что это я кричу сегодня утром на кухне. Там с налогами у меня что-то было. И это как раз то, что было, то, что я делал. То есть все вот эти движения, они были моими. Я проанимировал вот этого маленького ребенка как себя. То есть мы проектируем все с себя. Талантливые актеры могут симулировать любые движения, не только свои. Наверное, половину времени они даже не понимают, кто они. Они вживаются в персонажа. И они пытаются уйти от себя. Они используют себя как проводник, для того, чтобы показать кого-то другого. Худой пытаются сделать из себя толстого. Толстый, наоборот, худого. Но мы не хотим смотреть на себя в зеркало. Но вообще у нас есть еще и третий вариант. Очень, конечно, редко, но бывает так, что у людей видно и верхние, и нижние зубы. И, наверное, человек с самым удивительным голосом, с которым я работал, Винсент Прайс, у него просто невероятный голос был. У него половину времени было вот так, или вот так. Дальше он начинал говорить вот так, сразу и верхние, и нижние зубы было видно. Сначала нижние, верхние, а потом оба. Это просто невероятно. А потом у него уже появился такой подбородок, когда он стоялся старым. И лицо у него было такое удивительное, с ним было приятно работать. И когда он поворачивался вот так вперед, когда он поворачивался вперед, это не очень хорошо видно на пленке, но, например, в ресторане, глаза у него вот как у рыбы были. Вот зубы. И потом горло. Это просто удивительный человек. Всегда вот этот движущийся материал лица. И, конечно же, просто ужасно четкие слова и артикуляция лица. Вообще его лицо было, конечно, немножко странным. Как из фильма ужасов, например. Оно такое, широкое со стороны, а потом он поворачивается, и вот такой. Я так сказал, «Господи, твое лицо как у рыбы, оно такое плоское». Конечно, ему не очень нравилось. Но он любил посмеяться о себе. Когда я его встретил в отеле, чтобы передать сценарий, и я подошел к двери, очень нервничал. Открылась дверь, и он оказался намного выше, чем я ожидал. Вот голова где-то здесь вверху. Его ноги заканчивались на уровне моей головы где-то. Знаете, как вот марионетка, когда вот так вот сзади там натянута. Это были все его ноги. И он смотрел вниз на меня. И он сказал, «Привет, Ричард. Заходи. Я дружелюбный монстр». И потом я решал, куда мне пойти. Стоял, и вот, наверное, сюда влево хотел, в жилую часть. Ну, вот здесь такой был дверной проход, и вот, что я увидел. Хлянусь, это правда, я не преувеличиваю. Вот кровать. Вот женщина. С ее ногами вот так. Она как бы одевает чулки. Она была одетая вот здесь. Вот здесь, наверное, какое-то белье. Я не уверен. Но она что-то типа того выглядела. И я стоял, решал, куда пойти. И я хотел пойти сюда. И она такая говорит, «Подтянутая задница и длинные ноги». И это был такой даже двойной удар для меня. Это, конечно же, сейчас смешно. Вообще, он просто удивительный человек. Он не был сильно заинтересован в деньгах. Конечно, я платил ему хорошо. Но ему просто нравилась его работа. Он делал все, что угодно, пробовал что-то новое. Причина, по которой у него был такой голос, это его широкое горло. Когда он сходил к дантисту, он сказал, что у него горло в два раза больше, чем обычно. И это давало вот такой вот голос ему. То есть, с ним было, конечно же, удивительно работать. Теперь секрет. Я не думаю, что это надо рисовать. Так, развернем. Секрет анимации диалога. Это рассказал мне Милт Холл. Вообще, я изучал очень много его, вот этих рисунков тигра из книги Джунглей. И я пришел к нему. Это до того, как мы еще пошли в ресторан. И там все вот эти люди из шоу-бизнеса. И я говорю ему, господи, я видел вот эту анимацию губ, лица. Он говорит, да, 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 конечно. Есть ли какой-нибудь секрет? Ты хочешь урок? Он спрашивает. Я дам тебе урок. Вот тебе урок. Знаешь Джима Хэнсона? С его лягушкой. Это было лет 25 назад, когда Маппеты еще были в моде. Знаешь, вот Кермит, лягушка. Вот этот парень гений. Потому что он понимает то, что не знают все остальные кукольники. Все остальное это мусор. И они все выглядели, как вот эти куклы с английского какого-нибудь кукольного театра. Вот они делали так все. И оно не работает. И они просто вот так вот стояли, говорили. Вот что сделал Джим Хэнсон. У него нет даже той половины, что есть у нас с нашими аниматорами. Но он делает все это лучше, чем мы. Конечно, упрощенно, но лучше. Почему? Я изучил секрет, когда я делал песню Юга. У нас была лица, которая пыталась освежевать кролика, или просто запугивала. И он сказал, я не двигал рот. Давайте я нарисую. Вот лиса. Вот рот. Зубы немножко видны. И вот кролик. Он как-то скатился, например, отсюда. Вот руки лисы. Она куда-то толкает, возможно, в огонь его. Ну, вот что я сделал. То есть я еле-еле двигал верхнюю губу. То есть это не движение губ. Секрет в прогрессировании действия. Идти куда-то, двигать. Вот что этот гений Хэнсон сделал. Вы видели вот эту лягушку, над которой он работал, или что-то другое его? Всегда они куда-то идут. Назад, вперед, в сторону. Как-то наклоняются, вверх поднимаются. Они куда-то идут. И как-то еще они говорят еще. И почему-то это получается просто очень красным. И все наши аниматоры просто не знали вот этого. Действие должно прогрессировать. Так, вот у нас есть какая-то старая ведьма. вот у нее руки, типа того. Вот руки как у итальянского официанта. Вот туловище, но неважно. И она говорит, таким миндусским голосом. у нее красивая анимация на руках. Все выглядело довольно хорошо. И Арт Баббитт пришел потом работу в Эбботум. Он сказал, да, все выглядит хорошо, но у тебя дублируются руки. Я говорю, дублируются? Да, да, да. Они одновременно движутся. Я ненавижу, когда вот это происходит. Почему бы тебе не взять вот эти же рисунки, например, вот этой руки, и задержать их на 4 кадра? То есть нам надо будет переанимировать? Не-не-не, те самые движения, только задержим их. То есть у нас получится что-то такое. Я сделал, и все было намного лучше. Так все намного интереснее выглядело. И потом Кен Харрис сказал, когда он увидел, вот это все интересно, но почему бы нам не сделать прогрессирование? И я говорил, вот, это то, что Милт говорил. «Да, я это знаю, и поэтому давай добавим». Но Милт говорил, что никто не знает. То есть, видите, Кен и Милт были приблизительно одинаковыми. И потом я взял все вот эти рисунки и добавил как бы прогрессирование движения. То есть она двигалась вперед. Вот что у нас получается. Та же анимация, но с прогрессированием. Я буду дать тебе анимацию. Это сразу же трансформирует анимацию. То есть движение куб, здесь не самое важное. Прогрессирование. Плавно все. Все здесь плавно. Но, конечно же, можно сделать любую другую прогрессию. Например, быстро. Главное, чтобы куда-то двигалось что-то. Большинство людей не любит, ну, знаете, вот эту голливудскую привычку. Вот, привет. Это все ужасно. Это симметрично, некрасиво. Люди устали от этого. Я часто хожу в классы рисования, и там стоит модель, она ждет, она стоит голая, ждет как бы первую позу свою. Она стоит в идеальной симметрии и ждет. И это выглядит отлично, красиво. Кто-то предложил, чтобы это было первой позой. Кто-то возразил, что она же просто симметричная. И она такая, ой, я просто стоял тут. Ну, давайте я просто подниму руку, вот так. Ну, это как-то некрасиво. Поверни голову. Это тоже не очень. Попробуй передвинуть ногу. И все это, конечно, мертво. А вот когда она стояла в естественной нейтральной позе, такой симметричной, все выглядело красиво. Потому что это какое-то безумие. Походу кто-то написал книгу, в которой написано, что симметрия — это плохо. Это мусор. Симметрия используется постоянно. Даже посмотрите на меня сейчас. Я симметрично двигаю руками. Каждый раз, когда я говорю что-то, я опускаю руки симметрично вниз. Я пытаюсь обратить ваше внимание. Никогда не делайте так. Всегда делайте вот так. Уже видели по телевизору, когда какие-то там люди разговаривают. Вот, например, какой-то священник там ведет церемонию, и он... И потом они ломают симметрию. Потом он закрывает книгу и ложит ее вниз. То есть симметрию можно использовать... Вот видите, я опять это делаю. Вы не должны бояться использовать симметрию. Кто-то задавал мне очень интересный такой логичный вопрос. Как проанимировать очень быстрое движение губ? Как будто кто-то быстро говорит. Я, конечно, так не могу. Ну, вот так как-то. То же самое. Вы разбиваете слова на фразы, как бы. Разбиваете и ищете акценты. И вам, конечно же, надо использовать все без повторений для этого. Но здесь действуют те же правила. Мы как бы соблюдаем фразы, как форчун, потому что иначе все будет двигаться слишком быстро, как будто, там, какие-то пчелы в кухне. То есть мы следуем теми же принципам, что и с акцентами. Разбиваем на фразы, прогрессируем. Мы просто делаем это быстрее. Единственное, что бы я хотел до этого добавить, вам надо уменьшить количество акцентов головы и тела в два раза. Иначе они будут мелькать постоянно. И для быстрых движений ртом, надо всегда делать анимацию без повторений. Но все равно прогрессировать ее, немножко двигать вперед, куда-то добавлять акценты. В следующем уроке мы разберемся с постановкой. Субтитры создавал DimaTorzok